Всем привет, мои дорогие зрители! Сегодня показываю вам люксовые ароматы на лето. И поехали! У нас в Петербурге как-то так резко сменился холод на жару. Прямо было плюс 2, стало плюс 23. И в такой период, в такую жаркую погоду, а когда на солнце вообще плюс 30, хочется либо вообще ничего не носить из парфюмерии, либо носить что-то такое легкое, летящее, воздушное, абсолютно такое незатейливое. И в такой жаркий период можно взять любой, вообще любой аромат из линейки Аквалегория Герлен. Я в последнее время предпочитаю Коконат Физ. Коконат Физ, это кокосовое шипение, принадлежит группе «Фужерные фруктовые». Выпущен в 2019 году. Верхние ноты – кокосовый нектар, бергамот. Средние ноты – фруктовая вода, фрезия, в базе бобы тонко и сандау. Как пишет сам бренд про этот парфюм, про этот аромат, этот аромат – ловушка, которая переносит нас на побережье Индийского океана. Вы мгновенно оказываетесь на песке в окружении кокосовых пальм и чувствуете морской бриз. Тело этому аромату дает фрезия и вот такая легкая кокосово-соленая водица окружает это тело цветочное. Это такой запах уходовых средств, незатейливый аромат. Для кого-то, возможно, он будет чересчур приторным, но на такое лето, когда еще не совсем жарко, когда плюс 20 градусов, в принципе, подойдет хороший люксовый летний аромат. И это версия туалетная вода «Аквалигория Коконат Физ». Следующий люксовый аромат на лето у меня – это «Болгари Жасмин Нуар». Такая у него красивая крышечка увесистая в стиле этого ювелирного дома, не парфюмерного, а ювелирного. И очень интересный у него аромат, который выпущен в 2008 году. Группа ароматов восточно-цветочные, верхние ноты «Гардения», зеленые ноты, средние ноты «Жасмин», «Самбак», «Миндаль», «Базилок ричник», «Бобы тонко», «Древесные ноты», «Амбра», «Мускус», «Пачули». Это бело-цветочный, сладкий, мускусный, амбровый, древесный парфюм. Это у меня версия парфюмерная вода, потому что также «Жасмин Нуар» есть версии туалетная вода. Вообще вся коллекция ароматов «Болгари Сплендиды» мне очень нравится. Мне там нравится еще очень тубероза. Тоже хочу ее приобрести. А этот парфюм снимают с продаж. Не во всех магазинах он есть. Последние флаконы в наличии, и у них уже подходит срок годности. Меня тут, кстати, недавно в комментариях спрашивали, Света, если срок годности уже подходит у парфюма, остался месяц-два, будешь ли ты этот парфюм покупать? Если он запечатанный, естественно, я никакой проблемы в этом не вижу. Этот парфюм тоже кончается через несколько месяцев у него срок годности. И что вообще нам гарантирует срок годности? Производитель гарантирует в течение срока годности, так называемого, гарантирует оригинальное звучание парфюма. После этой даты уже никаких гарантий нет. И поэтому он может измениться, а может не измениться. Но обычно, если хранить правильно парфюм, естественно, аромат останется прежним. Поэтому купить запечатанный новый флакон с подходящим сроком годности, я не вижу в этом никакой проблемы. А вот в этом видео я вам рассказывала про то, что мне продали уже початый флакон. И там уже был он просрочен на полтора года. Ну ладно бы, если бы он был просто просрочен на полтора года, но меня об этом не предупредили. Поэтому я сняла то самое видео. А теперь вернемся к этому аромату. Я когда его нанесла, я постоянно вообще подходила всегда в парфюмерном магазине коллекции Splendida. И последний раз я его нанесла на себя. И думаю, что-то он мне напоминает очень сильно. Я пошла на фрагрантику, потому что я сама не вспомнила, что он мне напоминает. И там в похожих ароматах был Atar Collection Azalea. И действительно, Azalea это прям насыщенный аромат вот этот вот болгарий жасминуар. И причем вот в этом видео я вам рассказывала, что Azalea это аналог Initio Psechodelic Love, который считается таким каким-то психоделическим ароматом. Вот аналог также Psechodelic Love Initio. Жасминуар болгари. Именно эта версия этого аромата, именно в Жасминуар, мне нравится больше, чем Atar Collection Azalea, чем Psechodelic Love Initio. Здесь оно более такое деликатное, легкое, воздушное. С такой немножечко кислинкой, но не менее интересное. И абсолютно такой аналогичный аромат. Поэтому этим летом и уже сейчас в теплую погоду я ношу вот Jasmинуar болгари. И следующий мой летний аромат, парфюм на лето, вернее тут туалетная вода, Mark Jacobs Daisy Dreams Twinkle. Моя любимая цветочно-фруктовая группа ароматов 2017 год выпуска. Верхняя нота вишня, средняя нота белые цветы, в базе молочный мусс, лесные ягоды. Это сладкий, такой ягодный аромат, лактонный, фруктовый, белоцветочный, ванильный. Вот эти предыдущие парфюмы, они такие были на тему цветов, они такие были бодрые, такие свеже-цветочные. А это уже такое сладкое варенье, но это не варенье, это такой воздушный действительно лесной мусс. Предыдущие два моих летних аромата, они такие прямо цветочные, с нотками. Да, там немножечко есть сладость кокоса, да, в каконат физ. И в Jasminaur есть немножечко сладость Jasmina, но она такая холодная сладость. А вот это прям сладость-сладость, это действительно такой мусс из лесных ягод сладкий. Летом тоже не хочется особо, знаете, какой-то кислоты свежей. Хочется чего-то тоже сладкого лично мне, поэтому вот это хороший вариант. И при этом он воздушный, это туалетная вода, неназоливый, ненавязчивый, легкий аромат. Я его именно приобрела из-за этой его легкости и такой ненавязчивости. Нету тут такой какой-то тяжести химической в базе, такой хороший аромат и достаточно также бюджетный аромат. Я покупала его за 2000 рублей за 50 мл, в Ривгоше была какая-то акция. И он достаточно хорошо звучит, то есть не чувствуется его цена в звучании. Хороший аромат на лето, Mark Jacobs, Daisy Dream, Twinkle. Следующий мой летний аромат, это Dolce & Gabbana Dolce Shine. Я, кстати, показывала вам его в осенних ароматах, но и летом он у меня тоже в теплую погоду идет хорошо. Это новинка 2020 года, цветочно-фруктовая группа ароматов. Парфюмер здесь Marie Salomone, здесь именно такая сладкая фруктовость. Верхние ноты манго, айва, грейпфрут, средняя нота тубероза, жасмин, цветок апельсина, солнечная нота озон, морская соль, бальзи, белый мускус, светлое дерево, австралийский сандал. Это белосветочный, такой сладкий, фруктовый, тропический парфюм. Тубероза, если здесь прослеживается, то совсем чуть-чуть. Больше здесь выступают вот эти фрукты на первый план. Но я бы так сказала, что это летний аромат уже не на дневное время, а на вечерний выход, летним теплым вечером где-то прогуляться, куда-то пойти. Потому что он уже такой очень сладкий по сравнению с предыдущим. По сравнению с Daisy Twinkle. Это уже такая прям сладость-сладость, но еще не настолько приторная, чтобы не быть летним ароматом. Здесь очень хорошо сочетаются такие сладкие фрукты с солнечными нотами. Солнечные ноты это обычно цитрусы, такие легкие, звенящие цитрусовые аккорды. А зоны морская соль добавляют здесь такой тропичности некой. Но я особо соли здесь не чувствую, я чувствую прям сладость-сладость. И вот немножечко даже цветочность и тубероза здесь тоже улавливается. Поэтому такой тоже хороший летний аромат Dolce Gabbana, Dolce Shine. Следующий мой аромат на лето это туалетная вода Trussardi Donna Pink Marina. Рассказывала про этот аромат. Это мое недавнее приобретение вот в этом видео. Тоже достаточно бюджетно я его купила. Это уже группа цветочных зеленых ароматов. Выпущен в 2020 году парфюмер Натали Лорсен. Верхние ноты Sorbet, лимон, розовый грейпфрут, дыня. Средние ноты Leococrinum, горный, морская соль, нероли. Байзи Сандал Кедра Пачули. Это цитрусовый, древесный, цветочный, свежий аромат. Опять же здесь присутствует морская соль. Уже какой по счету летний парфюм у меня содержит ноту соли. Видимо эта соль как раз добавляет в парфюм такой легкости, воздушности, невесомости. И это как раз про этот аромат. Если оригинальный флагман Труссарди Донна, это прям такой забористый цветочный парфюм, то это уже младшая сестра того парфюма, той Донны. Это уже Pink Marina. И она такая более легкая, более воздушная, более летящая. Несколько комментариев было под каким-то моим видео, где я показывала Труссарди Донна. Мне говорили, что это хороший аромат для девочки 15 лет. Нет, Донна это совсем не аромат для девочки 15 лет. Вот этот аромат больше подойдет для девочки 15 лет. Но никак не флагманская Донна. Здесь также есть дыня. Это тоже такое добавляет здесь свежести. Фруктовой сладости особо не добавляет. Это именно такой действительно свежий аромат. Но этот аромат свежий не за счет какой-то химической зелени, а за счет такой приближенной природной свежести. Действительно, это прям такая природная цветочная свежесть. Какого-то такого свежего, то ли горного воздуха, то ли морского воздуха. Что-то такое интересное. Поэтому я его приобрела, когда потестировала. Подумала, что такой аромат мне в коллекции нужен. Тем более он хорошо будет использован мной летом. Хороший аромат на лето. Труссарди Донна Pink Marina. Следующий мой летний аромат – это туалетная вода Burberry Brit Rhythm For Her Floral. Аромат принадлежит группе Цветочной, выпущенной в 2015 году. Парфюмер здесь Francis Curjan. Верхние ноты – социалистский лимон, персик, маракуйя, бергамот, апельсин. Средние ноты – лотос, сирень, озон, египетский жасмин, дыня ландыш. Бази мускус, древесные ноты, высушенная древесина, плавник, карамель, амбра. Это цветочный, озоновый, свежий, цитрусовый парфюм. Действительно, летний аромат. Они либо с озоном, либо с морской солью. Вообще, серия ароматов Burberry Brit Rhythm были вдохновлены британской рок-сценой. Первый аромат мужской был Брит Ритм Фохим, выпущен в 2013 году. В 2014 к мужскому аромату присоединилась женская версия Брит Ритм Фохио. И в 2015 году появились фланкеры Брит Ритм Фохим Интенс и Брит Ритм Фохио Флораль. Это чувственная цветочная композиция, обогащенная нотами цитрусов. Начинается, стартует красивыми цитрусами, а в сердце здесь жасмин, лотос и сирень. Сирень здесь улавливается в микро-дозе какой-то. Это действительно влажный аромат. Добавляет ноту тропичности, нота лотоса, которая здесь присутствует, добавляет влажности аромату. И также добавляет цветочной свежести. Это то, что нам не хватает летом освежиться. И хочется такой парфюм, который добавит нам именно этой самой свежести. Вот это тот самый вариант. Причем он тоже, кстати, очень бюджетный аромат. Вы меня просили под последним моим опросом в сообществе показать вам именно какие-то недорогие ароматы на лето. В принципе, они такие все, наверное, более-менее нестойкие. И нужно ими сильно поливаться. И так как они бюджетные, большинство из ароматов, которые я сегодня вам показываю, их не жалко на себя тратить. Можно поливаться. Такой создаст легкий, такой цветочно-фруктово-карамельный, легкий воздушный флёр. Хороший аромат на лето. Burberry, Brit Rhythm, Fauxhall Florel. И еще один легкий воздушный летний аромат. Это Oscar de la Renta Extraordinary Petal. Принадлежит группе цветочной, выпущенной в 2016 году. И у него очень красивые ноты. Верхние ноты шампанское, мандарин, бергамот. Средние ноты жасмин, цветок апельсина, роза. В базе ванильной орхидеи, мускус амбра. Это цитрусовый, белокветочный, сладкий, игристый, пудровый, альдегидный аромат. Версия у меня парфюмерная вода, но даже эта парфюмерная вода звучит как туалетная вода. Это просто невидимая такая какая-то вуаль. Вуаль из аромата, такая красивая нота здесь шампанского заявлена. Да, что-то такое есть. Опять же, это очень такой освежающий парфюм, но он освежает не за счет акватических нот, а за счет цветов. При этом такая интересная нота шампанского добавляет ему некой игристости, такой игривости. Но он быстро, я так понимаю, улетучивается. И вот 90 мл я покупала, совсем недорого. Также является бюджетным ароматом. Если вы им будете поливаться, он вас абсолютно не перегрузит, сколько не поливайся. Он не наслаивается друг на друга, он не усиливается от этого. Легкая достаточно у него база. Здесь мускус, орхидея. То есть, что-то такое очень легкое-легкое, летящее, воздушное. Тот самый аромат, который я хотела бы носить летом. Не утяжеляет. Парфюмерная вода, которая пахнет как туалетная вода. Хороший аромат на лето. Оскар де ла рента. Экстраординари петаль. Мои дорогие, кто читает сообщество у меня на канале, тот в курсе, какая у меня сейчас ситуация тяжелая. Поэтому я буду реже появляться на ютубе. Буду стараться выкладывать хотя бы одно видео в неделю. Но не знаю, будет ли у меня это получаться. Потому что настроения особого что-то снимать нет. Нужно заниматься здоровьем собаки моей. А ей как-то стабильно плохо каждый день. И я постоянно переживаю. Опять нужно ехать к врачу внепланово его вести. Потому что он плохо себя чувствует. Я понимаю, что это нездоровая ситуация. То, как собака себя чувствует от таблеток, которые нам выписали. Поэтому занимаюсь сейчас лечением собаки. Такая хорошая у нас погода в Санкт-Петербурге. Тепло, солнышко. Хочется куда-то уже можно выезжать, радоваться жизни. Но, к сожалению, бывают такие ситуации, что не до радости. Поэтому самое главное, желаю вам всем здоровья. И до новых встреч. Всем пока-пока. С вами была Света. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok